итак препарат дутрион расскажу предысторию как вообще я познакомился с этим препаратом мне перезвонил по телефону найдя мой канал в интернете перезвонил дистрибьютор вот этого препарата и любезно предложил провести исследование в лаборатории вот этого препарата и поправить найти моменты когда можно применять вот этот дутрион оправданно ли вообще применение вот этого препарата в грибоводстве и дать какие-то вот рекомендации значит соглашение было таким вот образом сделано что в результате проведенных исследований я дам какой-то видеоматериал который будет объективно отвечать тем результатом которые были проведены по этому препарату значит что какой вывод можно сделать вообще не вывод а как были проведены сами исследования препарат долго у меня валялся ящики ну скажем так сама технология в основном так налажено что нет необходимости применения каких-то дополнительных обеззараживающих препаратов тем более что результат неизвестен он может нести вариабельные результаты результаты результате негативного результата вы какие-то потери времени субстрата там материалами так дальше поэтому долго искалась возможности его исследования и момент поступил скажем так наступил таким вот образом сложные погодные условия зимние скажем так когда закончился свой посевной материал на мицели нужно было искать какие-то альтернативные способы его приобретения то есть того поставщика который с которым мы уже долгое время работаем он поставляет очень качественный зерновой материал возможности это далеко и во первых и во вторых по состоянию дорог и климатических условиях добраться к нему было невозможно значит пришлось искать местных производителей того зернового материала то есть какие-то фермеров у кого есть излишки но это тоже не такой просто простой вариант потому что в сельской местности в основном жители занимаются только натуральным хозяйством производят какое-то количество лично для своих потребностей и вряд ли найдешь излишки этого материала для приобретения но это бывает только в случаях когда есть какие-то остатки с предыдущего года урожая оказался более чем ожидали и вот эти излишки можно было приобрести приходилось покупать то что есть и покупали то что есть покупали совсем некачественный некачественное зерно зерно было прошлогодним зерно было хранилось ним не в соответствующих условиях от него было слышно было четкий запах плесень и просто мягко так говорят плесень то есть зерно было поражено уже изначально заведомо было поражено плеснем и грибами и естественно там были и споры и материал был очень трудный приступая к работе с таким материалом уже заведомо знаю что бракировка материалом конечно то есть мицелия будет намного выше необратимых потерь которые идут которые имеют место в производстве мицелия и в принципе даже у меня не было желания тратить время на производство но и выхода другого выхода скажем не было и в этот момент я вспомнил что у меня в ящике валяется вот это таблетки вот этого дутриона я решил сделать такую вещь работать под прикрытием дутриона работать с этим зерновым материалом значит каково как как я его применял есть упаковки в которых есть по 4 грамма таблетки у меня было их достаточное количество я применил значит следующее разведение 4 грамма вот этого дутриона я разводил на 40 литров воды этих 40 литров воды применял для обработки зернового материала скажем двух емкостях такая концентрация я где-то по таблицах я прибил что такая концентрация будет достаточно для вот этой предварительной обработки значит что находится в этих самих таблетках здесь находится диоксид хлор материал в интернете можно найти более такой компетентный на этих официальных сайтах вы можете посмотреть относительно вот этого диоксида вещество само по себе очень нестойкая поэтому эти пакетики так вот нас опечатаны скотчем здесь тоже в двух таких препарат очень нестойкий при попадании кислорода этот препарат распадается на неактивные вещества то есть ну и профиль вообще безопасности скажу почему этот препарат применялся потому что профиль безопасности очень высок этот препарат намного безопаснее чем обыкновенная хлорка которая мы применяем для отбеливания одежды и так при разведении этой таблетки она очень хорошо разводится в воде что нужно отметить она вообще скажу так если просто посмотреть на те материалы которые есть в интернете то этот препарат применяется для обеззараживания питьевой воды все зависит от определенной концентрации но то что применяется хлор для обеззараживания воды в городских сетях подачи воды это не для кого не секрет но там применяется хворк обыкновенный такой как применялся в общем скажем так хлорка хлорная известь здесь же применяется диоксид хлора диоксид хлора это более такое прогрессивное вещество которое очень нестабильно во внешних условиях она имеет обеззараживающий эффект и через некоторое время при контакте с внешней средой она очень нестабильно она распадается превращаясь неактивные компоненты которые абсолютно безопасны для человека области применения этого препарата весьма разнообразные начиная от птицеводства что фактически там мне так кажется что там вообще обойтись без этого препарата обеззараживания воды практически невозможно идет определенная маленькая концентрация которая дает возможность обеззараживать воду и в дальнейшем животные не будут болеть на ненужные заболевания не будет мора там на этих предприятиях и применение вот этого препарата оправдано во всех случаях когда нужно иметь большое количество обеззараженной воды когда нет возможности получать чисто без разного вот я сейчас так держу в руках покажу чуть ближе вот на камеру как выглядит это 1 граммовая упаковка воду 1 граммовая таблетка что позволяет давать определенную дозу которую вам необходимо здесь была большая таблетка 20 граммовые пришлось делить на 4 части по 5 грамм и вот этих 5 грамм то что я применялась разведение в 40 литрах и вот эта вода применялась для работы с материалом который был заведомо ну некачественным для производства мицели и скажем так сразу нужно отметить есть такой показатель который называется коэффициент промышленной пригодности то есть по этот коэффициент он показывает какое количество мероприятий нужно произвести для того чтобы получить конечный конечный результат значит коэффициент промышленной пригодности тут вот в той случае когда можно объяснить что он показывает то есть есть определенные манипуляции которые нужно произвести для того чтобы получить готовые уже мицели для того чтобы если мы работаем с некачественным материалом значит мы сам процесс должны включить еще одну манипуляцию кроме всего остального предварительность зерновой материал должен быть замочен в этом дутрионе то есть какое-то время экспозиции он должен произвести в емкостях после этого это эти емкости то есть это дутрион сливается то есть однозначно сам зерновой материал не варился в этом дутрионе ввиду определенных причин я не совсем хотел вносить его в какие бы то либо концентрациях или то есть в этот материал то есть это дутрион он сливался когда заливалась чистая вода и правил происходило дальнейшие дальнейшая обработка и таким вот образом до появлялась дополнительная манипуляция которая не с емкостью очень большие и технически производить слив вот этого раствора не совсем так просто то есть все намного так усложнялось плюс добавлялась еще временная экспозиция сколько это должно выдерживаться и процесс немного усложнялся то есть такая такая позиция она возможно только в тех случаях если вы действительно работаете по каким-то причинам не совсем качественным материалом решение здесь очень простое применять дутрион или и некачественный материал или все-таки взять качественный материал с соответствующим там условиями хранения и отказаться от этого вот этих всех манипуляций но бывают моменты когда ну когда бывает так вот как случилось у меня значит пришлось применять вот этот препарат делать все эти манипуляции и результат естественно был закономерен в тех случаях ну я на свой страх и риск все-таки рискнул поработать с этим материалом без применения дутрион когда был определенный задел уже по минцель и когда его хватало для личных потребностей и реализации пришлось поработать ну сделать такое одно экспериментальные две там заварки вот этого зернового материала без применения дутриона и вот здесь я достоверно могу вам сказать там каких-то документальных материалов я таких не вел особенно то есть исследование было бесплатным поэтому там особо каких-то документированных таких материалов не заводилось но однозначно я вам могу дать стопроцентный такой ответ что тот материал который был предварительно обработан дутрионом имел более безопасный профиль имел более значит бракировка то есть брака фактически ну не было потому что его не должно быть но какие-то необратимые потери они всегда есть но это на уровне там пол один процент от общего материала который который был произведен то есть из 100 произведенных блоков например мицеллярного произведенных мицели ну пакетов с мицели например из 100 блоков приблизительно один-два блока были отбраковались такие это то что я называю необратимую потерю при производстве мицелля из этого материала зернового материала который был ну не качественно зернового материала без применения дутриона процент необратимых вот этих потерь это уже не были не обратимые это уже были потери результате некачественного материала был намного выше намного выше это я вам скажу где-то на уровне если взять из приблизительно из 100 блоков из 100 упаковок произведенного мицелля но приблизительно где-то пятая четвертая часть это 20-25 пакетов могли быть поражены триходермой или тампинг или пенициллином то есть однозначно вывод подытожить скажем вот это все что я сказал перед этим и на этот материал уже в принципе год как скоро будет уже год как проводились вот эти исследования я немного так с опозданием все-таки материал видео материал был создан и я думаю что то есть объективно отнесся к этой информации я не имею там отношения какого-то более или менее там продажа этого препарата но объективно могу сказать что применение этого препарата в грибоводстве вполне оправдано то есть и однозначно было замечено четкая связь что с применением препарата количество брака брака и негативных вариантов намного уменьшается вместе с применением дутриона другие сферы которые могут быть применены в дутриона именно в грибоводстве в чем я более-менее так разбираюсь можно поискать можно применить можно делать какие-то эксперименты например если для обработки или ну такой момент есть это он больше идет когда стоит автоматизированная линия для набивки блоков и субстрат который поступает например после пастеризации в этот аппарат автоматический аппарат набивки блоков он доуглажняется до необходимой доуглажняется до необходимой влажности то есть его добавляется внешняя вода значит это вода может быть разного качества скорее всего это она должна быть образом обработана но всем понятно это всем понятный вопрос что само собой даже простое кипячение не дает того уровня обработки воды то есть дальнейшем даже хорошо прокипяченная вода при посеве на чашке она все равно дает рост ненужных грибов и ненужных бактерий то есть само кипячение но довольно таки относительно если еще в плане вегетативных форм здесь может можно может идти речь о ком-то более менее обеззараживание то в плане спор кипячение это вообще не метод для уничтожения таких вод здесь нужна более высокая температура и какое-то активное давление применять более агрессивные способы обработки при работе с грибами не получается так как мы имеем мы работаем с биологически живым материалом и любые крайне сильные способы будут нести в себе негативный эффект и вот на этот случай можно решить этот вопрос вот применением такого препарата как дутрион для обеззараживания предварительно обеззараживания воды и сама еще раз повторюсь что сама формула вот этого диоксида хлора она абсолютно не нестабильна во внешней среде если просто даже холодной воде развести вот этот дутрион приблизительно через 30 60 дней это субстанция полностью распадается на неактивные вещества что в себе будет нести тоже две таких и положительную и негативную сторону с одной стороны это очень хорошо что эти вещества не активны и не имеют какого-то там ядовитого состава это дальше небезопасность скажем так но с другой стороны применение опять же в грибоводстве что мы говорили раньше если разведенный лист форме будет активным всегда в этой емкости независимо от того будем его использовать или сегодня или через год то этот препарат если использовать его для обеззараживания если он постоял например две недели а еще при неблагоприятных условиях а еще температура поднялась концентрация вот этого препарата уже в разведенном составе неизвестно и применение его для обеззараживания чего бы то ни было или это поверхность или это инструментарий или чего будет нести за собой неизвестный результат и такая такой вот момент для делать невозможно вот это применение для лабораторных условий или другой случай когда он применяется всегда в свеже разведенным состоянии при подогреве вот этого препарата до температуры 40 50 градусов происходит полная его инактивация и распад на неактивные составляющие вот такая вот экскурс в область дутриона такие вот были проведены исследования и был сделан вот такой вот результат который я непредвзято абсолютно изложил вот своем повествовании и поделился с вами на страницах своего видео блога желаю всем удачи и всего самого лучшего